Австралийская лейбористская партия – старейшая австралийская политическая партия левоцентрического толка. Ее истоки лежат в австралийском профсоюзном движении, с которым она поддерживает тесные связи. В партии существует индивидуальное коллективное членство. Большинство профсоюзов аффилированные САЛП и их членские взносы составляют значительную часть финансов партии. В партии также имеется около 50 тысяч индивидуальных членов. Лидера партии избирает парламентарий, входящий в лейбористскую фракцию. Партия является участником прогрессивного альянса и бывшим членом социалистического интернационала. История создания и первые успехи АПП была создана еще до аналогичных лейбористских партий в Великобритании и Новой Зеландии. Начиная с 1892 года, когда у подножия «Древа Познания» был зачитан манифест Квенсленской лейбористской партии, В отдельных штатах Австралии распространялось лейбористское движение. В 1899 году в Квенсленде лейбористы впервые в мире сформировали местное правительство меньшинства, но оно просуществовало только неделю. С образованием в 1901 году Австралийского союза лейбористы штатов вошли в парламент страны и учредили общенациональную партию. Принятые тогда программе демократические и прогрессийские требования сочетались с российским положением о политике «Белой Австралии», которое было отброшено только в 1960-х гг. Уже тремя годами позже, в 1904 году, лидер партии Крис Уотсон стал премьер-министром и сформировал первый в Содружестве лейбористский кабинет. На протяжении следующего десятилетия АУП трижды формировало правительство в 1904, 1908, 1910, 1913 и 1914-1915 годах. Однако затем до 1941 года приходило к власти только в 1929-1931 годах, а все остальное время правили кабинеты либералов и аграрной партии. Расколы в партии произошло несколько расколов. Так, во время Первой мировой войны партию покинул ее лидер и премьер-министр Билли Хьюз, яростный сторонник тотальной войны, создавший собственную национальную лейбористскую партию, объединившуюся затем с либеральной партией Австралии, став националистической партией. В 1920 году ряд левых лейбористов вышел из нее, образовав коммунистическую партию Австралии. В 1931 году часть правого крыла во главе с премьер-министром Тасмании Джозефом Лайонсом образовала консервативную партию Единой Австралии, находившуюся у власти в 1931-1941 годах. В 1955 году АТАО поделился еще один правоконсервативный откол. Австралийская лейбористская партия, принявшая затем наименование «Демократическая лейбористская партия». Идейным вдохновителем Д.О.П. выступал католический активист Боб Санта-Мария. Федеральным президентом партии являлся бывший депутат Палаты представителей АТАО «Роберт Джошуа». 1940-е годы лейбористы при власти. Во время Второй мировой войны лейбористское правительство под началом Джона Кертина отправило австралийские войска на Тихоокеанский театр военных действий, заложив основы будущего Альянса Анзюса в США. После смерти Кертина Бен Чифли, возглавлявший правительство в 1945-1949 годах, под давлением левого крыла АЛП, особенно профсоюзов, пытался реализовывать политику демократического социализма посредством национализации ряда важных отраслей промышленности и развития государственного сектора экономики. В 1945 году была национализирована часть железнодорожного и воздушного транспорта. Однако государствление банковской сферы было отменено Верховным судом Австралии в 1947 году. Были осуществлены реформы в сфере социального обеспечения и высшего образования. Гарантирована 40-часовая рабочая неделя. Внедрены льготы для шахтеров. Одновременно АЛП пыталась ограничить право на забастовку и подавлялась тачки силовым путем. В 1949-1972 в оппозиции, уступив коалиции либеральной и национальной партии во главе с Робертом Мензисом, в 1949-1972 годах АЛП находилась в оппозиции, потеряв к 1960 годам даже региональное влияние в Штатах. В начале правления Мензиса Лейбориста поддержали его законопроект о запрете компартии, но провалили референдум по внесению изменений в Конституцию Австралии. В 1957 году на 22-й федеральной конференции партии в ее программе целью была провозглашена демократическая социализация промышленности, производство, распределение и обмена в той степени, которая необходима для ликвидации эксплуатации и других антисоциальных явлений. Кроме того, во время пребывания в оппозиции лейбористы много внимания уделяли разработке программ экономического планирования, кабинет Гофа Уитлема. Вернувшись к власти при премьерстве Гофа Уитлема, партия добилась ряда политических и экономических реформ, отмены смертной казни и всеобщей воинской обязанности, предоставление всеобщего медицинского обслуживания, введение бесплатного обучения в вузах, повышение стипендий, увеличение государственных затрат на нужды начального и среднего образования, сокращение тарифов. Были отменены некоторые расовые законы, а аборигены получили от государства субсидии. Австралия прекратила участие в Вьетнамской войне, а также нормализовала отношения с КНР, куда стала поставляться австралийская пшеница. Социально ориентированный политический курс лейбористов вызвал негативную реакцию крупного капитала и, несмотря на победу на выборах в 1974 году. В 1975 году в ходе политического кризиса, вызванного противодействием оппозиции в парламенте страны, генерал-губернатор Австралии Джон Керр распустил правительство Уиттелема и назначил новые парламентские выборы, на которых победили правоцентрические партии. Неолиберальный поворот. Несмотря на то, что в 1981 году 34-я конференция обопределяла партию как демократическую и социалистическую, когда в 1983 году лейбористы вновь смогли сформировать однопартийный кабинет, он уже стоял на позициях экономического либерализма. В условиях нарастания кризисных явлений в экономике, дефицита бюджета и растущего внешнего долга премьер Боб Хаук и его внутрипартийный конкурент, министр финансов Пол Китинг повели политику жесткой экономии, приватизации, отмена тарифной системы для приватизированных государственных отраслей промышленного сектора, прекращение субсидирования убыточных отраслей промышленности, урезание расходов на социальные нужды, допуск иностранных банков на территорию страны. Хотя Боб Хаук привел лейбористов к сравнительно легким победам на выборах 1984 и 1987 годов и добился некоторых успехов, ни одно из лейбористских правительств не подвергалось такой критике со стороны однопартийцев, как его. По основным вопросам социально-экономической политики развернулась острая борьба между правым и левым крылом партии, достигшая пика на 36-38 конференциях HELP в 1984-1988 годах. В 1991 году новым лидером партии и премьер-министром стал Пол Китинг, победивший Хаука на внутрепартийных выборах. Современное состояние. У партии всегда имелись левое и правое крылья, но с 1970-х они оформились в официальной фракции. Крупнейшими из них являются Labor Unity, поддерживает принципы свободного рынка и Союз США, менее чувствительна к социальным вопросам. Сушиалист Лефт выступает за увеличение государственного вмешательства в экономику и против Союза США, активно поднимая темы прав женщин и аборигенов. Джулия Гиллард, хоть формально и входила в умеренное крыло этой фракции, на практике проводила социолиберальную политику, начиная с 1980-х годов. Лейборийская партия сближается по своим взглядам с либерально-национальной коалицией, так что различия между ними заключаются практически в незначительных нюансах. Специфика подхода лейборийской партии Поддержка государственного вмешательства в экономику и общественную жизнь Государство должно обеспечить базовые доходы и достойный уровень жизни для всех членов общества, качественное и доступное жилье, образование и здравоохранение, поддержка принципов свободного рынка, снижение торговых барьеров, дирегулирование промышленности. При этом лейбористы обещают смягчать последствия этих мер для простых людей и осуществлять их более медленными темпами. Поддержка более высоких уровней миграции, защита прав аборигенов и дополнительных прав сексуальных меньшинств, права на аборт и эвтаназию, критика некоторых аспектов отношений Австралии с США и Великобританией. При этом партия официально поддерживает сохранение тесного альянса с США. Лейбористы выступили против вторжения США в Ирак, но поддержали вторжение в Афганистан. Поддержка более тесной интеграции со странами Азии. Лидеры Лейбористской партии Лейбористской партии Лейбористской партии Лейбористской партии